Покажу немного моих процессов. Сейчас я вяжу несколько образцов, еще отвечу на пару вопросов и вообще обсудим важные темы по поводу того, будут ли вообще выходить видео и в каком режиме будет продолжать вестись канал. Всем привет! Меня зовут Анастасия и добро пожаловать на YouTube канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на около вязальные темы. Ну что, сегодня будет видео такое разговорного планом. Я сейчас вяжу по схеме, которая у меня перед глазами, образец. Пока размышляю о том, будет ли отдельное видео по этому узору и вместе с вами пообщаемся. Вообще, в целом, вязать одновременно и рассчитывать какие-то петли очень сложно, поэтому у меня даже есть такое небольшое соображение по поводу того, что я могу где-то ошибиться. Поэтому я буду иногда, наверное, прерываться на то, чтобы посчитать какие-то петли. Ну так вот, в связи последних событий, которые, очевидно, что нельзя как-то называть и называть это как-то, ну, это все связано с отношениями между двумя странами, между Братской Украиной и Россией. Некоторые каналы приходят к такому выводу, что они какое-то время не будут выпускать видео. У меня пока мнения противоположные. Если по-частному, то мне кажется, что единственное, что я могу сделать, вот я могу сейчас взять пряжу, вот здесь у меня лежит, могу взять спицы и могу хотя бы что-то вязать. Я сейчас вяжу образцы, раздумываю над тем вообще, что в ближайшее время будет выходить, потому что весь мой контент-план как-то пошел таким крахом, потому что все-таки невозможно не замечать то, что происходит вокруг. Но видео все равно выходить будут. На втором канале я тоже выпустила ролик, и он связан просто с обзором последних интервью на YouTube, которые мне понравились, запомнились с интересными гостями. Если хотите, можете пройти посмотреть, я ссылку оставлю. Один из способов вообще преодолеть сложную ситуацию, и я разные видео смотрела и психологов, и читала разную информацию в интернете, что говорят вообще специалисты, нужно как-то уметь отвлекаться от этого всего. Наше хобби нам с вами может в этой ситуации помочь, и лучшего какого-то момента для этого как раз не найти. Я думаю, что каждый должен делать на своем месте все, что он может. Я могу, единственное, что могу я сделать, я могу выпускать видео, которые будут бесплатными и доступными для всех, кто хочет научиться вязать. Я буду это продолжать делать. Больше ничего я, к сожалению, сделать не могу, повлиять на ситуацию я тоже не могу. Если кто-то может что-то сделать, лучше это делать. И вообще за последнее время и за последние годы у меня сложилось такое видение вообще любой ситуации, что если ты можешь чем-то помочь, нужно помогать. А если не можешь помогать, то лучше, в принципе, об этом вообще молчать. Да, понятно, что ситуация сложная, понятно, что вообще без мира ничего невозможно. Я всегда выступала за мир. У меня очень много таких постов есть, посвященных вообще любым праздникам. Эти посты у меня выходили регулярно в Инстаграме. Я не поддерживаю любой насилие, поэтому моя ситуация особенно сложная. Я поняла, что если я что-то скажу, это будет расцениваться как что-то плохое. Если я что-то не скажу, то это тоже будет расцениваться как что-то плохое. И в некоторых случаях это все расценивается неоднозначно в любой ситуации, в любом случае. Поэтому лучше, чтобы каждый занимался тем, что он умеет делать, что он делает, и делал это хорошо. Это вообще мое, в принципе, убеждение по жизни. Мне кажется, что каждый должен заниматься своим собственным делом и делать это хорошо. Тогда у нас и вопросов, сложностей, и проблем будет гораздо меньше вокруг. Конечно, я очень сочувствую всем, у кого есть близкие люди или родственники, или кто сам живет на Украине. У меня там нет ни родственников, ни знакомых, ни друзей, в принципе, таких прям близких. Я точно знаю, что это большой сегмент вообще Ютуба, что украинцы очень активные люди. И всегда так было, что вообще после русских на Ютубе очень много рукодельных каналов, например, украинских. Это очень хорошие девушки, все они очень хорошие рукодельницы. И поэтому мне тоже вообще сложно в этой ситуации что-то вообще говорить. И я думаю, вы меня все правильно поймете. Сказать здесь нечего, потому что ситуации очень тяжелые. Ну, и я приняла решение, что видео все равно будут выходить. Потому что сейчас, когда такая какая-то тишина звенящая вообще вокруг, мне кажется, что все равно это нужно заполнять чем-то хорошим. Поэтому это будет для меня вязание. Это будет моя личная терапия. Я думаю, это вам тоже может помочь. Если у вас сейчас сложная ситуация, если вы вообще не знаете, что делать, я вам предлагаю взять клубок в руки, спицы в руки, и рассуждать о чем-то более позитивном, думать, планировать что-то сделать. Пусть это не будет какая-то готовая вещь. Мне кажется, что если довольно сильные эмоции, вязать что-то готовое и ненужное, и большое, свяжите какой-то образец, попробуйте какой-то новый узор. Мне кажется, это должно помочь. Ну, и в принципе, мне кажется, что нужно созидать что-то, делать что-то руками. Это вообще очень полезно. Если вы умеете делать что-то еще, или вам нравится вышивать, например, то можно что-то вышить. Что-то сделать такое, что принесет вам пользу. Но в какой-то конкретный момент. И делать это с хорошими мыслями и с хорошим настроем Мне кажется, это должно помочь И еще, кстати, у меня про набор Вот этот Адди недавно задавали вопрос Меня этот вопрос, честно говоря, очень удивил Зрительница у меня спрашивала Что не может быть, что спицы В таком хорошем состоянии И написала мне, что они вообще должны были Уже ободраться И они не могут так выглядеть, если им уже Почти 10 лет Действительно, спицы я купила в 2013 году Я их неоднократно в видео показывала И я не могу сказать, что я ими мало вязала Вот даже сейчас в кадре, например, я вяжу Вот этот образец Я вяжу его спицами Адди Мне больше нравится скольжение именно спиц Адди Поэтому я и вяжу ими Ну и поэтому мне не совсем понятен вопрос Я вообще сначала подумала, что это Какой-то вопрос вообще не по адресу Почему они должны, собственно, ободраться А потом я вспомнила, что довольно часто Говорят, что спицы Адди Именно обдираются Но это спицы с каким-то особым покрытием Таким золотистым В моем же случае эта спица просто из латуни Поэтому им ничего не было За столько лет Я очень рада, что в свое время я потратила деньги И что я купила именно эти спицы Потому что они мне служат верой и правдой Такое большое количество лет И такое чувство, что скользят они все лучше и лучше Потому что все-таки от пряжи, наверное, немного Сама латунь становится более скользкой Хотя они и так очень скользкие И вязать ими прям очень приятно и удобно И вот здесь я смотрю, кстати, что, скорее всего, вот этот накид должен быть вообще в другом месте Так что, да, ответственно могу сказать, что со спицами ничего не произошло И я буду продолжать ими вязать Мне кажется, это что-то вечное вообще То, что подходят спицы в очень хорошем состоянии Спицы прекрасно выглядят до сих пор И я буду продолжать ими вязать Очень удобные, очень скользкие Единственный минус – плохой переход от спицы к леске Самое простое и самое нужное, что мы все можем сделать Это заниматься тем делом, которое мы можем контролировать Заниматься своей семьей И помогать тем, кому мы можем помочь Очень рационально, мне кажется Я вот сейчас могу связать какой-то узор Опубликовать его И хоть как-то помочь людям думать о чем-то другом Это я и буду делать Ну, напишите, что вы от меня ждете Я, конечно, понимаю, что тоже я Говорила в одном из предыдущих видео Про тему отдельного видео о кромочных Здесь как раз и видно, почему я прибавки не делаю никогда Около самого края Здесь этого требует узор То есть накиды размещены В соответствии с раппортом прямо по краю Но этого делать, конечно, не нужно Если у вас не требует узор Потому что край будет не очень аккуратный Как бы вы не следили за натяжением Не следили за нитью Все равно идеального края здесь вы не добьетесь Если только это не является вашей задачей Если вы потом не будете как-то Как-то влажно-тепловой обработке подвергать вот этот край Вытягивать его специально Как наши алиф, например, делают Если вы не будете его блокировать Поэтому в этом случае нужно обязательно Внимательно следить за кромочными И вот здесь можно сравнить с другой стороны у меня Как с кромочными выглядит Все-таки я не теряю надежды Сделаю я видео по кромочным Про накиды я все еще обещала сделать отдельное видео Много, конечно, планов Но сейчас немного такая неразбериха Прежде всего, конечно, в каких-то таких материях Которые связаны с самосознанием С каким-то осознанием, что ли Поэтому, да, немного нужно прийти в себя И дальше делать все, что можешь делать Ну и в конце, наверное, все-таки спицы покажу Так как вот этот комментарий, в принципе, был не единичный У меня как-то уже спрашивали отдельно Прямо я, по-моему, даже в видео показывала Как выглядят мои спицы Адди И сейчас я вам тоже их покажу Вот посмотрите, как они блестят Это как раз, видите, говорит о том, что Ничего в них не обдирается А что здесь может ободраться Мне тоже непонятно, да Потому что это латунь, это никакое не покрытие В принципе, все спицы примерно так же вот и выглядят На некоторых стираются надписи Но, в принципе, они все хорошо выглядят И очень хорошо скользят Поэтому именно они такими блестящими и выглядят Может быть, мне тоже в комментариях кто-то напишет Напишите, были ли у вас какие-то проблемы именно с Адди Это набор Адди Клик Адди Клик Бэйсик И с ним ничего не происходит Уже этим спицам почти 10 лет Через год будем отмечать день рождения, юбилей Ну, а если это видео было вам полезно То ставьте лайки, подписывайтесь на канал Добавляйте ролик к себе Всем желаю удачи в вязании Побольше вдохновения И всем пока До встречи в новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok